Всем еще раз привет! И наконец-то я уже вышел в роли спикера. И сегодня будем говорить о моем эмоциях или же о моем пушинозавре. Сейчас будет мой любимый слайд. Меня зовут Артур. У меня 14 лет в области бизнес-анализа и системного анализа. Есть 8 лет уже опыта в управлении проектами. Я сейчас занимаю должность операционного директора компании RezorSoft и также организатором клуба бизнес-аналитиков. Окей, я думаю, что многие из вас встречали ситуацию, когда ваш заказчик по гороскопу скорпиом, а вы с Абзиром. И у вас начинаются все время какие-то эмоциональные всплески, начинаются какие-то проблемы. Из-за чего же такое случается? Почему в чем такая проблема? Давайте немножко рассмотрим наш мозг с точки зрения физиологии. У нас есть мозг, где делается несколько частей. И он, в принципе, отвечает за разные вещи. Вот, к примеру, в темной живет компьютер. Сейчас будет более детально рассказывать, что это такое, как с ним работать. Влобный человек. И лимбический – это пушинозавр. Знакомьтесь, вы, по сути, этот человек. Пушинозавр – это некий оминсальный зверек, который мыслит независимо от вас. А компьютер – это область хранения данных и некий ваш автопилот. Любой из них может взять себя на контроль. Сегодня мы не будем рассматривать два варианта. Это пушинозавр и человек. Но я немножко смотрю, что такое компьютер. Компьютер – это определенные наработанные вещи, которыми мы уже работаем на автомате. Вот, к примеру, очень простой. К примеру, вечером перелепил, утром проснулся дома. Что? Сработал автопилот. Или же еще одна ситуация. Когда вспомнил небольшую историю из своей жизни. Я когда-то занимался боксом. У меня два друга занимались тайским боксом. И шли мы как-то в соревнованиях. Все такие национальные. Отработан драка, все дела. А у тайских боксеров отработано все на автомате. И у них было такое упражнение. Вслед от лапы тренер бросал мячик и его добивали. Это означает, что когда человек падает, он должен добить. Так вот, мы идем из соревнований. Это была зима. Человек подсказывается. Мой друг так идет. Один здесь, второй. Я вас встречу. И мой друг, который был посередине. Он подсказывается падает. Он добил его. Вот тут сработал автомат. Вот такая вот ситуация была. Окей. Какая большая скорость реакции у нас. У человека, можно сказать, скорость реакции это Дениса. У Пуша Назарова в 5 раз быстрее. То есть эмоциональность намного быстрее реагирует. И компьютер это в 20 раз еще быстрее. То, что я рассказывал, когда мой друг в эфире ударил своего друга. Это означает, что сработал компьютер и он не смог держать. Ни эмоционально, ни логически. Окей. Тут много всяких источных медицин и так далее. Говорят о том, что мы должны жить гармонично. Что такое гармоничность? Когда человек, Пуша Назар и компьютер работают все гармонично. Сегодня мы с вами детально разберем о взаимодействии человека с Пуша Назаром. Способы мышления. Человек мыслит логически, а Пуша Назар эмоционально. Как вы думаете, это хорошо или плохо, когда включается Пуша Назар? Хорошо. Это нормально. Иногда я сейчас буду рассматривать ситуацию и буду анализировать, хорошо или плохо. Но в целом это нормально, когда работают эмоции. Способ действий. Человек действует на основании фактов Исин, а Пуша Назар действует на впечатлениях, эмоциях. Какие же черты у Пуша Назар? Посмешное формирование мнения, мышление в категориях черного-белого, карастрофичность и эмоциональность. Сейчас мы с вами рассмотрим каждый из черт. Посмешное формирование мнения. Пуша Назар формирует мнение и потом уже основывается на чувствах, ищет свою доказанность. Духой такой час, да, что мы начинаем с вами что-то в новой смыслах делать и потом ищем сами себе оправдания. Вот здесь вот включается сразу же у нас Пуша Назар. Это не человек думает, это ваш Пуша Назар внутри вас. Мышление в критериях белого и черного. У меня была ситуация, у меня работа разработчик, отличный разработчик. Ситуация была в следующем. Мы выходим в продакшн. Все, мы вот завтра должны выйти в продакшн. Мы подготовились, долго готовились к этому моменту. День истинный настал. Выход в продакшн. Выходим в продакшн. У нас случается проблема, плохо работать в серверах. Решаем, приняли решение остановить систему и добавить насчетным серверам. В этот момент я звоню Александру. Я говорю, Саша, слушай, сейчас будем добавлять сервера, нужно будет завести наш портал. Он говорит, да, хорошо. Я говорю, смотри, там есть небольшой кипиш у клиентов. Поэтому давай, чтобы ты был все время на связи и чтобы я мог тебе дозвониться. Он остался, прибылел, остался дома. Хорошо, хорошо. И тут ситуация какая. Мы стартуем, Саша, через 15 минут мы на старт перевожаем сервер. Хорошо, хорошо. Мы стартуем, старт прошел переруски серверов. И в этот момент мне вайперы нужно подписываться каждые 5 минут, что мы выполняем. Сидит руководство нашей компании, сидит руководство банка. Очень много всех-всех больших дядей с большими-большими погонами. И каждые 5 минут нужно что-то подписаться. Ребята начинают добавлять серверам память, добавляют мощностей. И тут выход Саше. Я начинаю звонить Саше. Выход вот, пишу, нигде не отвечаю. Звоню, не могу дозвониться. Проходит 5 минут, 10 минут, 15 минут. Саше нет. На 18-й минуте, как сейчас было, я дозвонюсь к Саше. Говорю, Саша. Дальше пошли пи-пи-пи. Как вы думаете, насколько сильны мои эмоции, да? 15-18 минут, я писал в Viber непонятные вещи, которые что-то перед руководством. 15 минут, да? Как вы думаете, что я Саше сказал полезного? Ничего, да? Соответственно, что у меня какая, меня подвели, человек вот на той стороне разработчик нехороший, все, мы же договаривались, его нет, да? Вот это и есть. Только белое или плохое, то есть хорошее или плохое. Вот здесь вот работает наш пошлинзал. Катастрофичность. Тоже была очень классная ситуация, когда работает, именно сработала катастрофичность, мы его тоже начали с разработчиком, мы пришли к заказчику тоже после фокапа очередного. Нет, было очень много интересных вещей, правильных, но сегодня немножко фокапов поговорим. Была ситуация, когда вот собрались там 15 человек заказчиков, мы пришли с разработчиком, нас начинают ругать. Разработчик делает очень классную вещь. Он встает, говорит, у меня забыло живот. И убежал, да? Это то, что сработал пошлинзавр, бегством. Также очень интересная была вещь, когда человек замирает. Тоже у меня есть человек, когда я начинаю с ним ругать, он где-то неправ, он испугался, встал, замер и молчит. Соответственно, он тоже ничего хорошего не скажет, да? Ну и очень часто вы встречали фразу, типа, каждая, если не можно, самая лучшая защита – это атака, да? Это тоже, опять же, работает Пашиназар, который пытается атаковать ваши оппоненты. Иррациональность. Пашиназар действует нерационально, у него действуют эмоции. И когда у нас смущается именно эмоциональность, тушится наша рациональность. Вспоминайте, да, я говорил, что 5 мин. усилений в 5 раз. Как найти же в себе человека? Все очень просто. Пашиназар призван на выживание, а человек стремится к самореализации. Вот да, такое чувство, что все время хочет развиваться, самореализовываться, да? Вот это вот ваш человек работает. А когда мы думаем, как бы нам выжить, как в этой среде, да, приходим в новую компанию. Думаем, как же нам здесь выжить? Это работает Пашиназар. И часто, когда я приходишь в новую компанию, работаю, да, в первые дни, вот эмоции заклебывают. Очень тяжело найти себя в этой компании. Какие черты у логического мышления? Это, в первую очередь, доказанность, рациональность, мышление с учетом окружающего контекста и присутствия оттенков и сбалансированность решений. Давайте сейчас тоже рассмотрим каждый из чертов. Доказанное обоснование. Человек, работая логически, основывается на логике и ищет доказательств. Остается открытым длинной информацией, способной изменить свое мнение. И способен видеть точку зрения другого человека. Вспоминайте, да, я сегодня рассказывал, когда мы поругались Саша, то, что мы долго не выходили, он долго не выходил на связь. У него случилась больная такая ситуация, что просто ему стало немножко плохо. Соответственно, что меня заказчик там нагибает, Саше плохо, он где-то отключился. Но что у меня сыгралась эмоция, я не вижу проблемы, что может быть на другой стороне. Когда я дозвонился, что мне стало плохо, я уже прошел в себя, я уже работаю, все хорошо. То есть, когда включается зверевок, он не думает там, что какие-то последствия, да, вот всем много эмоций выражаем. А в тот момент сильно нужно было услышать человека. И такое бывает. Рациональность. Всегда нужно опираться на здравый смысл и принимать решения только, когда информация правдоподобна и реалистична. Мышление с учетом окружающего контекста и общей перспективы. Так получилось, что для меня бизнес-анализ это, по сути, моя жизнь. Я в жизни стараюсь все время думать логически, где-то анализировали ситуацию, текущую ситуацию. Была у меня очень классная ситуация, когда меня пригласили выступать в Днепр. Я готовился, я прохожу с супругой, я говорю, он сказал, что меня пригласили в Днепр. Хорошая погода, я говорю, давай с вами ребенка, сядем на машину, поедем. Я говорю, да, хорошо, давай, в Днепре не было, там очень классные, говорят, набережная, давай поедем и посмотрим. Ну, мы садимся машинам, набережаем с Киева вечером, пятница. Понимаете, что в Киеве очень классно вечером, пятница, все стоит. Мы простояли в пробках полтора часа, настроение очень отличное. Начинаем ехать по дороге. У нас застала темнота, мы едем, едем. И начинаем сворачивать в сторону там, в сел. Уже темно, практически никого нет, и нас ведет навигатор. В какой-то момент нас заводит навигатор вообще в какое-то село. По дороге мы встречаем несколько вот таких вот зомби с песнями. И в этот момент мы думаем, как же выбраться. Проезжаем еще дальше, тупик, впереди болото, все. На телефоне карты скачанной нету, соответственно, что интернета нету, ай, беда, что делать? Ну, у моей супруги начинается нервный срыв, паника. У меня думают, что мне делать? Телефон не работает, уже где-то пол первого ночи позвонить некому, ходят зомби, б***ь, никого нет. Все же в этот момент я просто что-то делаю, просто обнимаю мою супругу, супруга у меня за рулем ездит. Я ее обнимаю, она просто проплакалась, успокоилась. И смотрю, Оля, давай думать, что делать дальше. Говорит, давай вернемся. Смотри, у меня там была дорога, там был интернет, давай вернемся на дорогу. Начинаем уже думать логически. В этот момент я тоже начал паниковать, что делать, телефона нет, мне завтра право выступать. Тоже можно было паниковать, правильно? Вот. Мы начинаем возвращаться. Видели машину встыд. Подошли, пошли, нас ориентирули, мы поехали в правильной дороге. Соответственно, когда у вас случается что-то, вам тоже нужно смотреть, а что же происходит вокруг. Очень часто тоже мы приехали на совещание, у нас какая-то проблема прямо на совещании, все что-то спорят. В этот момент я стараюсь остановиться, посмотреть, а что же творится. Посмотреть, кто между с кем там ссорится, может какие-то проблемы, может еще что-то случилось. И начинаешь думать, ага, в чем проблема. И начинаешь сверху восстанавливать людей и уже потихонечку разбирать ситуацию, ставить какие-то логические цепочки, составлять. Присутство разной темы, какие-то боестинные суждения. Человек понимает и понимает, что он может ошибаться и не всегда может остановиться. Вот тут опять же вспоминаю кейс, что вот, когда Саша мне начинает рассказать, да, я осознаю, что я виноват, я вспылил, я не прав. Но опять же, если бы Саша меня хорошо не знал, мог бы пойти конфликт между собой, да, хороший разработчик, и могли бы начинать конфликтовать. Какая же общая схема двух типов мышления? Сначала идет событие, после этого мы начинаем интерпретировать это событие, после чего у нас может быть или логическое мнение, или эмоциональное мнение. И в одном и втором случае у нас идет некий план действий. Как у пашинозавра есть план действий, так и у человека тоже некий план действий есть. Как же управлять своим пашинозавром? В первую очередь необходимо выяснить, в чьих руках сейчас находится ситуация. Да, это очень сложно. Да, это не дается с первого раза. Ну, я достаточно тоже эмоциональный человек, иногда у меня эмоции высвелствуются, я стараюсь остановить сразу стоп, Артур, так, тихо, спокойно. Это все у нас играет твой пашинозавр. И когда начинаешь проводить дух, перервел, сегодня тоже была каждая техника, вдохнул, выдохнул, хорошо, и ушел погулял 5-10 минут, чтобы никто не трогал, не видел, подышался воздухом, и все налаживается. Второе – это понять правила, по которым работаете две сущности, и обязательно их принять. И третье – заботиться о своем пашинозавре и управлять им, чтобы достичь гармонии. Как выяснить, кто же управляет? В первую очередь начните с вопросов – хочу ли я? Каким вы бы примером? Вы постоянно беспокоились о чем-то, я хочу, и когда встаешь и утром что-то не так, да, вот если не встал утром, у меня конференция, да, мне тяжело, мне что-то страшно, и вот здесь что-то играет. Я понимаю, так, Артур, спокойно, спокойно, это опять играет, что твой котенок, выдохни, все хорошо. Что-то произошло, что-то у вас разозлившее, такое бывает, и здесь тоже нужно понять, уместны ли эти агрессивные эмоции или нет. К сожалению, да, у нас есть вот такой менталитет, который, ну, говорят, без кнута никто не работает, да, иногда нужно погнять их кнутом. Вот, но опять же, когда у нас это идет, ну, нужно понимать, уместны ли эти эмоции или нет. Ну, вы же опять же, там, идете там вечером, там, по-троичней, вам уже там звонят, эй, иди сюда, да, вот тоже тут нужно понимать, включать уже эти агрессивные эмоции или нет. И вы среди меня что-то делаете, но чувство вас останавливает. Когда, напомню, хотели мы сделать первую конференцию, и полгода нас что-то останавливало. Потом мы в один момент сказали, все, хватит откладывать, давайте начнем что-то делать. Действительно, мы начали делать, это уже четвертая конференция, сегодня собралось очень много людей, и мы это очень, действительно, рады. Поэтапный процесс переработки информации. В первую очередь, когда у вас случается какое-то событие, у вас в первую очередь вступает пушенозал, то есть он всегда сильнее. Если у вас есть отработанные какие-то механицы, то, что я рассказывал, помните, да, про друга, там, Акчан, то у вас включится компьютер. Если компьютеры заложены, там, каких-то критериев нет, отработанных, наработанные ситуации, тогда у вас включается сначала пушенозал, то есть начинаете идти через эмоции. И после этого, когда уже эмоции немножко утихают, включается ваш человек. В первую очередь, тоже нужно понять, что бороться с самим собой не нужно. Он в пять раз сильнее, в пять раз быстрее и в пять раз сильнее, это зверь. Да, поэтому нужно научиться с ним жить и управлять им. Как же это можно научиться? Как управлять? В первую очередь, два чуда будет. Вот бывает такая ситуация, что мне рассказывали, ко мне звонили заказчик и начинают на меня орать. Кричит, 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 у меня тоже переплавляют эмоции. Я спокойно услышал, говорю, да, да, хорошо, все хорошо, окей, спасибо. Выключаю телефон, опять проверяю, правильно я говорю, для девочки, проверяю, что ничего не было. Включено, потому что была такая ситуация, что один раз все-таки телефон еще не выключился, а я уже поднесся. Было не все красиво. Приключаю телефон, проверяю, все хорошо, перевожу дух, потом я выхожу, прихожу к своему другу и начинаю ему плёстывать. Рассказал мне, стало легче. У меня еще есть друг, если у меня на работе в Италии Конет, это мой технический директор. У меня еще друг Андрея, который уже мы работали в банке, сейчас он работает в другой компании. Я к нему звоню Андрея. Он говорит, понял, подожди, не совещание, я сейчас тише отключу звук, говорит, говори, я все равно тебя не слушаю. Все, я выглянулся ему, да, успокоился, перевел дух, все нормально. Я говорю, Андрей, спасибо, всегда пожалуйста звони, если надо, я помолчу. Да, очень важно найти в себе силы и выговориться. У меня супруга очень часто слушает, я не понимаю даже, словно просто едет за рулем и слушает символичку. А я выговорился, все, и успокоился. Тоже очень важно, если вы хотите выговариваться, то тоже нужно понять, чтобы этот человек был под должностью не слишком выше вас, потому что что, начнут лететь шапки. И тоже не ниже вашей должности, потому что если начать рассказывать, что ай-ай-ай, что-то не так, эта паника может распределиться на ваших коллег. Паника может поглотить полкомпании, да. Чтобы это не было, глядите себе это под должностью более-менее рано у человека, и ему можете сказать, или же вообще не сработает. После чего, вот, нужно перевести дух. Очень часто хожу, если у меня какая-то проблема, я просто встаю и иду пройтись вокруг офиса, прогуляться, чтобы выдохнуть, чтобы сбросить этот негатив. И, конечно же, награда. В конце когда все успокоились, все, теперь я могу пойти съесть вкусную шоколадку. Вот такая моя награда, да, мы напишем завтра. Окей, как же не бить нам заказчика? В первую очередь, мы хотим обеспечить правильную коммуникацию. Очень классная была ситуация, когда мне знали заказчику, я говорю, слушай, и меня сейчас другой буду называть. Слушай, Валерия, смотри, у нас вот здесь проблема. Необходимо, чтобы мы сделали вот так, начинаем объяснять логически, как это делается. Вот я слышал, да, 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 я тебя не слышу, ла-ла-ла. Ты меня сейчас будешь, переубеждаешь, все, пока. Положил трубку. Соответственно, что, у меня логически там идет пушинозавр. Соответственно, что, коммуникации не получится. Хуже еще, когда работают два пушинозавра. Очень классная была идея, история, когда я прикажу к разработчикам, мне меня взывают, два там, объясняют там, какая технология. Одно крутая, второе, говорит, у меня круче технологии, мне нужно понять, что им посоветовать. Идет, просто не кричать друг на друга, ничего не слышать. Тут очень классная есть штука. Как-то книги прочитал там, как работать с детьми, когда там они начинают говорить очень громко. И начинается говорить тише. Ребята, это работает, с разработчиками тоже сработал. Я начинаю говорить тише, тише, тише. И они тоже начинаются тише говорить. Тоже была ситуация, когда, вот как успокоить, эмоции идут. Приходят к мне тоже два человека, ругаются, еще одна классная вещь, просто так сказать. Знаете, у меня так голова болит. Давайте, можно чуть тише? Тоже помогает. Или же вам звонит заказчик. Тоже очень классно, когда ругался с вами заказчик. Есть пара техник, тоже поделюсь. Хорошо, что я вижу, здесь многих заказчиков нет, это отлично. Мне как-то звонил заказчик по скайпу. Я говорю, алло, Саша, алло, я тебя не слышу. Заказчик кричит на меня, там, Артур, там все не работает, все пропало. Я говорю, алло, алло, Василий, что слышно? Оп, выключил. Она призывает, Артур, почему ты бросаешь? Алло, алло, да что ж такое? Что ж вообще ничего не слышно? Это скайп не работает, да сколько ж можно? Этот Майкрософт, как не хорошие люди, да? Потом из-за телефона, Артур, я говорю, да, Саша, послушаю. И уже пошел все, она выключена свои эмоции, и пошел уже конструктив. Она говорит, Саша, что не работает, сейчас исправим, что такое, что случилось? Все, она начала говорить, что еще проблема. Важно понять, если с вашей стороны бушуют эмоции, попытайтесь их успокоить. Сделайте, переведите двух, прочитайте до пяти, прочитайте десять слоненков или десять пушенозавриков. Как только вы успокоитесь, вы дальше уже можете думать, расставлять точки аналогично параллельно, что вы будете делать. Проведение совещания. Есть разумный собеседник, это когда он устраняет личные эмоции и тщательно выбирает слова. И агрессивный собеседник отдал у него переполненные эмоции и провоцирует ответные реакции у других. Тоже бывает такое, что соберется несколько людей, и один провокатор начинает всех даркопанить, да, так называемый. Вот попытайтесь его успокоить, говорить, что случилось, остановить, возможно даже сказать, давайте принесем совещание, потому что действительно никакой конструктивы не получится. Какие есть программы поведения? У пушенозавра это, в первую очередь, необходимо победить, да, я часто иду с молодыми специалистами, например, на выявление требований, говорят, все, мы их победили, мы куча требований отбили. Подождите, тут важно в чем, если вы хотите отбить требования просто, чтобы победить, это плохо. Важно, что для аналитика понять, какое, что самое главное понять аналитику, в чем проблема у заказчика, что у него болит. Если мы не будем этого понимать, а просто говорить, ура, мы победили, мы победили, мы отбили кучу требований, мы молодцы, эффект от проекта мы не получим. Опять же, программа выразить эмоции. Тоже, когда идут эмоциональности, это, в принципе, довольно-таки хорошо. Я много здесь рад видеть людей, мы проходили, обнимались, это тоже пушенозавра, это тоже классно. Есть разные эмоции, нужно понимать, когда можно, когда нельзя показывать. Атаковать собеседник, очень часто бывает такое, что пришел, начинаешь нападать, забил, 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 толпы никакого, просто заклевал. Защитить себя, тоже часто бывает такая ситуация, приходят у меня молодые специалисты, можешь дать фидбэк по работе? Ну, я же начинаю сначала охвалить вас, как ты молодец, что хорошо у тебя получается, и в то же время, смотри, у тебя здесь вот эта слабая сторона, здесь тоже немножко слабая, и что здесь начинается? Защитная реакция. Я это сделал потому, что, уважаемый, мой сотрудник, ты же меня просто попросил дать фидбэк, я тебе даю честный фидбэк. Но тоже, когда вам дают фидбэк, вы тоже постарайтесь услышать его и понять. Тем более, если вы это попросили, дайте мне фидбэк, вам дают плохой фидбэк, соответственно, что вы должны сделать? Пушенозавра у вас внутри бушует, выдохните, подумайте, может, действительно вы где-то в чем-то неправы. Донести свою позицию. Тоже много аналитиков, когда приходят, приходят на совещание и проработаны кейсы, как мы там, поведение, как мы работаем. Аналитик начинает там, пробивает там, вот так, только вот так, и по-другому не видишь, что творится у него вокруг. И когда такое случается, мы тогда упускаем самые важные вещи, при которых наш потом проект может стать бессмысленным. Не вступать и не менять своего мнения. Тоже очень плохо, когда у вас совещание, ситуация, когда вот просто не можем договориться с заказчиком. Да, приходится там, заказчик говорит, нет и все. Не слышит никаких доводов, ничего. Желательно просто уйти. Закончите совещание, пойдите, поговорите, напишите человеку письмо, возможно, он просто не хочет слушать. Напишите письмо, пусть он подумает, вам всегда ответит. Когда заказчик мне тоже звонит, выражает какие-то недовольства, еще что-то там на эмоциях рассказывает. Я говорю, окей, спасибо, что я говорила, извини, у меня сейчас очень важная встреча. Пожалуйста, напиши мне. И даже когда он что-то несет такое страшное, он когда начинает писать, он начинает понимать, что что-то не так. Или когда просто написал письмо, тоже такой на эмоциях. Открываешь, смотришь на него, потом тебе звонит, почему ты на письмо не отвечаешь? Я говорю, извини, я не знаю, что ответить мне эмоции. Что мне ответить, что ты хочешь меня услышать? Тоже это помогает, когда просто человек начинает писать. Он успокоится, пришел письмо, говорит, да, спасибо, что ты мне ничего не отвечал. Иногда просил Тартуру, дали это письмо не надо. Говорю, хорошо. И оправдывается. Часто звонит, когда что-то случилось, начинаем с ним оправдываться, оправдываться, оправдываться. На косячь отпереживаю, он пришел, он, типа, ой, там, не, все, я хороший, да, начинаешь оправдываться. Тоже это пушует пашамазавр. Постарайтесь просто помолчать, тем более, если вы не правы. Человек старается понять собеседника. Разных много ситуаций бывает. Постарайтесь понять, а почему же так человек все ведет? Что случилось? У него играют эмоции, и все-таки он хочет донести вам какую-то хорошую информацию. Позволит высказаться. Очень сложно. Действительно очень сложно. Говорят, что хороший аналитик только умеет слушать. Поэтому, если вам что-то рассказывает, и вам очень хочется что-то спросить, тоже сделайте паузу, прочитайте до пяти. Тоже иногда помогает. Потому что, когда мы начинаем перебивать, идет слово за слово, и толку никакого нет. Поэтому хороший аналитик должен все-таки дать человеку выбираться и услышать, что он ему хочет донести. Когда была хорошая реклама, краще желать, ниже говорить. Собрать максимальную информацию в процессе его слушания. Бывают ситуации, когда заказчик ругается, просто кричит. И в этот момент тоже иногда можно найти какую-то штуку и понять. Вот здесь его боль, именно поэтому он не ругается. Зовите мне, заказывайте, ваша система не работает. Что значит не работает, да? Вот. И когда у него эмоции, он вам ничего не расскажет. Он просто выключает. Все, эта система плохая, все плохо, все очень плохо, все не работает, вы не умеете работать, вы не специалисты. В момент просто можно выслушать и потом перевести паузу и сказать, хорошо. А что комплектно не работает? Можно более детально. Когда уже человек выигрывался, он уже может рассказывать более детально. Если не получается, опять же, там, по парам перелеси, что он написал, что комплектно не работает. Искать решение. В любую ситуацию можно найти решение. Практически любую, да? Практически безвыходных ситуаций не бывает. Всегда есть специалисты, которые могут вам помочь. Возможно, нам нужен эксперт, который подключить к проекту. Возможно, действительно нужно привлекать еще кого-то. и составные статусы. Опираться на факты. Часто я говорю, что аналитики начинают мне что-то рассказывать. Я говорю, почему вы так сказали? Почему? Ну вот, потому что мы так подумали. Часто я буду повторять фразу, аналитик работает с фактами. Если вы говорите, что заказчик это хочет. Пусть вам объясняют, почему, зачем это можно говорить. Я хочу сделать красную кнопку. Зачем? Вот зачем красная, почему не зеленая, да? Ставят вопрос. Опомините, может, действительно, там, именно так и нужно сделать. Часто я люблю повторять фразу, что подготовка к совещанию занимает намного больше времени, чем само совещание. Вот когда вы идете на совещание, у вас оно длится там максимум час-полтора, да? Если больше, то уже не совещание, то уже лучше больше не проводить. Так вот, когда вы готовите совещание, это очень важный момент. Часто многие его уступают и пренебрегают им. При подготовке к совещанию нужно важно, первое, понять правильное время. Тоже очень важная штука. Почему? У меня было совещание, это был четверг. Это было четыре часа. Но перед этим, после четверга у нас распалась пятница выходная, суббота, воскресенье, еще понедельник выходной. Четыре выходных, предпраздничные дни. Четыре часа. Мне назначили совещание. Я пришел. Работаю до пяти. Они сидят вот так все на часы. Когда же будет? Ура, пять, побежали. Как вы думаете, толк есть с того, что я пришел за час до четырех выходных? Я что-то узнаю, но нет, не узнаю. Это я просто скажу, ребята, сидите, никаких выходных, давайте работать. Правильная повестка. Очень часто была ситуация, когда я говорил, что вот мы пойдем обсуждать и не понимаем, с кем обсуждаем. Мы идем с теми вопросами, на которые человек не может ответить или вообще не может ответить. Он не может решить те вопросы, вам нужен кто-то другой. А мы же собрали повестку и идем к заказчику. В этом случае я стараюсь проработать каждый вопрос себе написать и поставить ответственно, кто мне может помочь. Плюс я еще думаю, а какие могут быть варианты, что я хочу от этого вопроса и какие альтернативные варианты. По повестке дня, когда я готовлю, я стараюсь просто пронумеровать все вопросы и потом еще их приоритизировать. Почему приоритет? Чем выше приоритет, я ставлю вначале, чтобы их проработать. Менее приоритетный вопрос, если даже сегодня проработать, он будет жить на следующий раз. Тоже очень важная вещь, что если какой-то из вопросов может взять какие-то эмоции, я его тоже стараюсь или в начало поставить, или в самый конец. Почему именно так? Если мы начнем с эмоционального вопроса, который понимаем, что он будет, он горит у всех. И мы понимаем, что это самый главный вопрос для заказчика, но будет эмоция, в любом случае мы должны с него начать. Потому что если мы даже начнем прорабатывать другие вопросы, менее приоритетные для заказчика, мы можем просто не услышать и не дойти до того, что у него болит. Также правильное место. Что значит правильное место? Была ситуация, к примеру, мы идем демонстрируя систему, мы понимаем, что система еще не очень хорошо разработана. Как вы думаете, где лучше провести это совещание? В Баре. В Баре. Хорошо. Еще. У себя. Почему у себя? Совершенно верно. Когда мы проводим на своей территории, оказывается, включаются наши эмоциональные зверьки и чувствуем мы не на своей территории. Мы не имеем права все что-то там эмоциональное высказываться, еще что-то. Также, когда приходит заказчик, даже вы что-то где-то налажали, лучше позвать его к вам. Была ситуация, когда действительно там была проблема, мы налажали. Заказчик, приходите к нам на ковер. Вы так можете придете к нам, видите, как мы живем, как у нас все хорошо, мы как постараемся, видите нашу команду, познакомитесь, познакомитесь с тем людям в глазах все-таки, которые это сделали. Он говорит, да-да, я хочу посмотреть ему в глаза, я приду. Он приходит на совещание и все, он не на своей территории. Он не может уже там эмоционально сильно выступать. Да, мы понимаем, что он там недоволен, но уже эта недовольность немножко потушила. Если мы идем общаться с их холдерами по явлению требования, как вы думаете, где лучше совещание организовать? У него, потому что что? Он чувствует себя более спокойно. В случае чего, если не сможет ответить на вопрос, он может позвать друга из зала, к примеру, ему в помощь. Он будет более комфортный, более расположен к вам, чтобы ответить на все ваши вопросы. А если мы не можем договориться ни о чем, куда лучше пойти? На нейтральной территории, совершенно верно. Да, очень важно, когда мы не можем договориться, нужно найти какой-то статус-кво и прийти к завершению. Поэтому лучше пойти на нейтральной территории, где-то посидеть, как говорили в баре, и обсудить свои наложившиеся проблемы. Желательно это в нерабочем времени, чтобы никто не отвлекал. Тоже очень важная вещь – это количество людей. Вот была ситуация, когда мне говорят, приходит Ред Артура, ты нам нужен. Он говорит, хорошо, зачем? Он говорит, потому что нам страшно. Тоже важно отдать должность. Количество людей – тоже очень важная штука, когда приходят мне заказчики и приходят три человека, нас было двое. Приходит заказчик, я прихожу к разработчику, идемте на совещание, зачем? Просто посидите. У нас стало четверо, и у нас стало трое. Теоретический перевязь. Тоже понимаете, да? Иногда не стоит брать там плюс десять человек, потому что что? Будет очень страшно. Когда приходим, мы когда-то приходим к заказчику, пять раз человек приходит, вы что нас хотите задавить морально? Просто нам нужны эксперты. Здесь два эксперта по этому вопросу. А, хорошо, тогда мы сейчас три эксперта позовем. Правильный способ. Все знают, что самое важное для человека, что есть – его время. Тут часто тоже повторяю фразу аналитикам, что аналитик – это тот человек, который экономит всем жизнь. Он должен экономить все время. Его действия, его работы, он пишет документы, собирает требования, работать с этим. Он именно экономит все время для того, чтобы другие не смогли это время потратить на свое удовольствие. Пойти в кино или там с девочкой погулять. Так вот, правильный способ. У меня была ситуация, когда зрительный заказчик в интертуру, нужны ваши экспертные мнения, возьми, пожалуйста, твой технического директора, приедем к нам, нужно обсудить вопрос. Хорошо, а сколько? Он говорит, давайте в 12 часов. Хорошо, мы выезжаем в 12 часов, там пробки в Киеве начинаются. Как раз перед обедным временем мы выезжаем заранее с ним в пробках, добираемся. За час куда-то доехали, приходим к заказчику, судимся, приходит эксперт, говорит, «Ребят, вы можете вот так сделать?» Мы такие, «Можем». «Спасибо, взрыв нос ушел». Мы назад едем по пробкам, проехались по тем пробкам, в итоге потеряли 3 часа. Как вы думаете, заказчик мог это задать вопрос по телефону? Легко, да? Поэтому в следующий раз, когда меня зовут очень срочно, спрашиваю, какой предмет разговора, пожалуйста, напишите. И когда я слышу, «Артур, ну перестань, нужно чтобы вы приехали». Пожалуйста, расскажите зачем, чтобы я был готов. Возможно, мы этот вопрос решим по телефону. Опять же, тут нужно помнить, что совещание – это всего наш сердечный инструмент. Можно иногда позвонить по телефону, написать письмо и так далее. И самое важное у нас внутри – это подходящий собеседник. Что такое подходящий собеседник? Это тот человек, который действительно может вам что-то решить, ваш вопрос. Как вспоминаете, да, я сейчас сразу же ставлю вопросы и представляю, кто мне может этот вопрос помочь в этом вопросе. Готовы ответить на вопросы? Готовы ответить на вопрос не амбассивный, а пассивный. То есть он злится, но это всё к себе скрывается. Соответственно, как тогда из него будет какую-то информацию, которая нужна, а вот когда это стоит как амбассивный масса? В любом случае нужно понять, что работает пушинозал, идут эмоции. Если мы видим, что идут эмоции, стараться понять, почему эти эмоции будут, почему он пассивный. У меня была такая ситуация, когда вот мы вводили систему большую, у меня был основатель кондер, я не хотел с нами работать. Я когда с ним вышел поговорить, человек тоже очень пассивный, я звоню к нему, это бабушка 58 лет, во Львове. Спрашивают, Ирина Николаевна, давайте поработать. Ирина Николаевна говорит, сын, у меня 58 лет, да сколько, 2 лет до пенсии. И здесь вот нужно понять, я понял, в чём проблема, почему он не хочет с нами разговаривать. Ему 2 года до пенсии просто нужно досидеть. Соответственно, я начинаю, понимая, что в чём проблема, я начинаю с ней работать. Я старался подбеседовать, да какие. Смотрите, вы здесь сколько проработали? 23 лет, 23 года ещё проработал, да? Я говорю, смотрите, вы после себя уйдёте и оставьте себе такой классный наследний, мы автоматизируем все эти ваши процессы, понимаете? О, да, это будет круто. То есть нужно понять, почему именно эта пассивность. Была ситуация, я сейчас очень сильно люблю готовить, все видели, да, там веду блог, группу в Фейсбуке тоже по кулинарии. Почему вообще, откуда это взялось? У меня тоже был пассивный заказчик, к которому я вообще не мог никогда добраться. Вот вообще никак, вот никак. И сижу уже всё, думаю, всё перепробовываю, сижу, ковыряюсь, там что-то пишу в документе, у меня у меня сидят, и тут мне просто начинают общаться, я краем уха слышу. Слушай, я в чём-то классно шарлотку испекла. И начинают мне общаться, о, шарлотка, что такое, давай гуглить. Вижу там, это пирог, ну супер, всё, знал, что такое шарлотка. Прихожу домой, супруга уехала к маме её своей, у неё там живёт такой на низине, и там плохо ловит интернет, дозвониться не могу, написать не могу, утром ехать к заказчику. Что я делал? Открываю интернет, вижу, всё очень плохо, просто готовится. Сел, попробовал, приготовил, получилось. На следующий день я беру пирог, прихожу и говорю, Татьяна, смотрите, я вчера услышал, что вы любите шарлотку, вы знаете, это мой любимый пирог. Я приготовил. Она такая, что с вами вы, да, и начинаем сужать шарлотку. Попили чай, покушали шарлотку и что, и перешли к требованию. То есть в первую очередь нужно понять, почему человек посинит. Этот человек просто не доверял мне, у меня не было с ним никакой зацепки. Кулинария, зацепка. Я попробовал, это просто вкусно. Я начал готовить. Наши заказчики тоже нас могут сделать лучше. Есть всегда очень схожая фраза, первое мнение очень обманчивое. Но основательно в своём опыте моё первое впечатление всегда оказывается самым верным. Но исходя из данной теории, которую мы просмотрели и прослушали, это работает лучше на завод. Как-то прокомментируйте, потому что пройдя некоторый путь, я научилась доверять своему первому впечатлению и первому мнению. Сказать, что Кушенозавр разумный, ну нет. Прокомментируйте, пожалуйста. Вы тоже сказали такую хорошую фразу, что я прошёл длинный путь. Помните, я рассказывал про лаву? У вас работает компьютер. То есть это не компьютер. Точнее, это не Кушенозавр, это компьютер. У вас уже есть паттерны, по которым вы по своим жизненным опытом можете оценить человека. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. И ты 안녕hã.